Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слышь, Дэн, походу, нам сигналят. Блин. Тормози тачку у шлепок. Сворачивай, сворачивай. Дэн! Дэн! Ты что, сопля, добегалась? Ты знаешь, чью тачку подрезала? Не дай бог, хоть царапину найду. На сервиват пойдешь. Папочка, приходи поскорее, пожалуйста. Ну что, расселась? Что-то твой папашка не сильно торопится. Уже утро наступило. Ну да ладно, поедешь с нами, там разберемся. Слышь, Дэн, с тобой все в порядке. Так они хоть пальцем тебя тронули? Нет? Смотри на меня. Нет. Ага, все. Слышь, терпила, сначала бабки гони, потом девку заберешь. Иди в машину. Пойди. А теперь я вас внимательно слушаю. А что нас слушать-то? Двести штук гони и разбежались по-быстрому. Двести штук это за что? Киндеры нам тачку поцарапали. Плюс моральный ущерб. Моральный ущерб? Все задания прокурору и про моральный ущерб на Петровке рассказывать будете. Вы хоть знаете, кто я такой? Это вам еще повезет, если вы просто за похищение человека отъедете. Один мой звонок, и вы вместе с вашей тачкой оказываетесь на дне ближайшего карьера. Ладно. Ладно, брателло, извини. Не знали, на чью дочку наехали. Я тебе не брателло. Я Велик Леонидович. Запомни на будущее. Катюш, а ты что здесь делаешь? Катюш, иди в комнату. А что с ногой? Мама сейчас к тебе придет. Ты знаешь, где ее нашел? На пустыре с двумя бандитами. Как она туда попала? Она с тобой живет, ты должна знать. Да, она была у подруги. Ее сам Артур туда отвез. Артур! Артур! Даша, что ты? Что говоришь, а? Артур! Ты куда отвез мою дочку? Куда я отвез? К друзьям. Что дело молодое, пусть погуляет. Ага. Так, еще раз. Мои девочки окажутся в опасности из-за тебя. Я тебе из-под земли достану. Понял? Еще раз такое повторится? Подобное. Я у тебя заберу девочек, и никакой суд тебе не поможет. И верни Катю ключи. Ты что за цирк всегда пораньше? Психопат, блин. Ира, мне это за что, а? Еще раз соврешь мне про девочек? Пойдешь к чертовой матери. Моечка, проси меня, пожалуйста. Тихо, тихо. Я ведь просто хотела к друзьям. Я все... Все хорошо. Тихо, тихо. Мама, я сама во всем виновата. Я ведь думала, что нравлюсь ему. Правда нравлюсь. Тихо, тихо. Тихо. Он бросил меня одну с этими бандитами. Я кричала ему, а он даже не остановился. Тихо, ты злишься на них. Это хорошо, это нормально. Тихо, тихо. Мама, я злюсь на себя, потому что поверила ему. Мы все ошибаемся больше. Все хорошо. Я ошибаюсь, и папа ошибается. Это нормально, так бывает. Все, 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 кончилось уже. Все, все, ты дома. Ты рядышком со мной. Все хорошо. Все хорошо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Да, машина у тебя зверь. Спасибо, что выручила. На тебя на своей коломаге часа три тащился. Обращайся, как Катя. Катя. Дома. Угна, но цела. А Ира как? Держится, хоть и устава, но выглядит хорошо. Как и у этого Артура, я чуть не придушил сегодня. Ого! Ты лично весной роста притормози, а то, правда, в следующий раз его. Прибьешь. Да. Скажи только честно, я, наверное, тряпку дам. Потому что по Ирке скучаю даже после всего того, что она сделала. Да нет. Ты просто ее любишь. Эй, вы все сбежали и бросили меня. А ты меня предал. Чего ты орешь? Все в норме. Ты от чуваков отбрехалась? Или ты хотела, чтобы нас всех скрутили? Я бы тебя не предала. Я никого никогда. Привет. Папа, я с тобой наедине хотела поговорить. Ну? Пап, прости меня, пожалуйста. Я должна была сказать суду, что хочу жить с тобой и с мамой. Котенок, ты не виновата. Просто обстоятельства. Да нет, это я вовсе виновата. Ты же сам знаешь. Пап, прости меня, пожалуйста. Ну, котенок, мне нет, что тебя прощать. Успокойся, все хорошо. Все хорошо. О, мышонок. Привет, мышонок. Папа, привет. Садись. Поехали скорее домой. Скоро супер-шеф начинается. Нельзя опаздывать. Так, главное завтра не опоздайте к началу. А то для вас там будет отличный сюрприз. Поехали. Вся в делах и заботах. Оставила тебя ненадолго. И ты опять утонула в работе. Здравствуй. Здравствуй. Я вернулся в Москву час назад и сразу поехал к тебе. Соскучился ужасно. Надо же. А я не думал, что ты такой сентиментальный. Ну, еще какой. Мне нужно срочно восполнить дефицит Жанны в моей жизни. Приглашаю вечером на ужин. На этот раз отказа не приму. Отказа и не будет, у меня как раз свободный вечер. Давай в восемь. У вас дверь. Машина, дай попкорн. А теперь встречайте нового участника, Бильям Кавригин. Катя, папа в телевизоре. Здравствуйте. Там папа. Ура! Там папа в телевизоре! Мама, срочно включай телевизор. Там папа в супершефе. Котеночек, мне сейчас некогда. Ну, работа по горло. Давай ты мне вечером все расскажешь. Давай, пока. И наш главный приз – миллион рублей и обучение в лучшей французской школе Монт-де-Лесье. Ну, вы-то, конечно, не чувствуете, но те зрители, которые находятся на зале, чувствуют ароматы этих блюд. Скорей, 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 ты успеешь, давай. Мне кажется, что вот эти ароматы даже чуть прекраснее. Ну, визай! Скажите, вы верите в свою победу? Ирина Николаевна, что-то случилось? Конечно. Ноги отекли. Вы уверены? Ну, конечно. Сбегай, пожалуйста, в аптеку. Нужна мазь. Хорошо. Мне кажется, должен быть сильнейший. Ну, все, сервируй! Так вот, начальник в гневе. Уволю, если все не исправишь, через неделю. А я ему отдам всю премию, если уволишь прямо сейчас. СМЕХ Я хочу сказать тост. Я так рада, что встретила тебя, мужчину, на которого можно положиться, опереться на сильное плечо. Ну, мое плечо всегда в твоем распоряжении. Это так хорошо, что я могу тебе довериться. Я же знаю, что ты меня никогда не обманешь, не предашь. Сейчас это такая редкость. Ну, за тебя. Да. Добрый вечер. Я преподаватель Кати. Звоню сообщить, что вашу девочку отчисляют из музыкальной школы. У нее хроническая неуспеваемость. Хорошо, я вас понял. Я все передам матери. Спасибо, до свидания. Кто звонил? Да это номером ошиблись. Ирусь. А давай займемся взрослыми делами. Ну, нашел место и время. Дети, между прочим, еще не спят. Ира. А что это у тебя в последнее время и места не тое? Времени нет. Ты плохо понял? Сказала же, что не хочу. Вот овца упертая. Проходи. Осторожно. Пришли? Да. Ну, все, не томи. Снимай повязку. Подожди. Ты же мне доверяешь? Доверяю. Ага. Вот такие сюрпризы я люблю. Ого. Многообещающе. Не знал, что ты такая. А я тоже не знала, что ты такой. Такой лживый и отвратительный лгу. Жанночка, не понимаю, о чем ты говоришь. Я слышала твой разговор с Вильямом. Мне твоя Жанна на хвост не упала. Жанна, это была шутка. Ну, и прекрасно. Но тогда и на мою шутку ты не обидишься. Счастливого оставаться. Этот дом моей подруги. Она его продает. Шутник. Ну, там я показываю, именно ты. Ну, если то Вы приехали… Не Wasn't никого со pod pudארы в��еш… Знаешь, почему я вернулась? Я вспомнила, что я взрослый человек и не играю чувствами других людей. Жанна, с самого начала все получилось по-дурацки. Да, я не был с тобой честен. Сейчас все изменилось. У меня правда чувства. Мне это не интересно. Жанна! ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Привет! Здорово, что ты здесь. Чего надо? Ну, как чего? Репетировать. У нас же дуэт, а у меня как раз воспаление легких кончилось. Давай сегодня вместе в музыкалку пойдем? Кать, тебя же отчислили из музыкалки. За прогулы. Крокодиловна домой звонила, родителей предупредили. Я думал, ты знаешь. Ну, и что я дома скажу? Папа за меня так переживал. Кать, ты подожди, не плачь. Давай вместе в музыкалку сходим, с директором поговорим. Я с тобой позанимаюсь, мы все подтянем. Правда пойдешь? Пойду. Спасибо. Я такая дура была. Извинения приняты. Пошли, а то сейчас звонок будет. Ты знаешь, Галерия Павловна на следующей неделе собирается устраивать на вашем участке пикник. Спасибо, что предупредил. Чувствует цветник, после этого придется высаживать заново. Я увольняюсь. Подожди. Что, из-за мамы? Я запрещу ей пикник. Нет, из-за себя. Спасибо тебе. Ты действительно помогла мне измениться, но мне надо двигаться дальше и стать кем-то значимым для своей семьи. Ты что хочешь? Подожди, баллотироваться в депутаты? Да, ну, увы. Удерживать тебя силой я не буду, да? И не могу. Да и друзья так не поступают. Я знал, ты меня поймешь. Поверь мне, ты уже кто-то значимый. Даже если твоя семья еще это не поняла. Игорь, ты серьезно? Бриттон за две недели. Если репетировать каждый день... Да, но это займет месяца четыре. Нет, давай вернемся к Чайковскому. Лузеры труда лузерскую музыку. Немедленно отдай. Или что? Запилий кэшдос матрицой и скрипочкой. И пальчики береги. Нот отдай, вали. Эй, строгая. Ты бы поосторожней компанию убирал. Будешь кисеться лузером. Сама такой станешь. А я не против. Нот отдай. А, обойдешься. Ай, ты что, чеканутая, что ли? Ребята, напаясь. Я пошутил. Ты что-то очень дерзкое стала. Не свое дело. Снимай, снимай, снимай. Снимай, снимай. Снимай, снимай. Снимай, снимай. Нам нельзя сокращать срок поста, иначе нас ждут серьезные... Иначе нас ждут серьезные репутационные потери. Понимаете, это очень важный вопрос. Это тебе не поможет. Заканчивай цирк. Я разлюбила клоунов. Вообще-то он там. Прекрасная принцесса, позвольте умчать вас в страну рыцарей и фей. Спасибо. У меня другие планы. А, поедемте обсудим наши договоренности. Вильям, а что для вас значит победа в нашем конкурсе? В первую очередь, это возможности. Возможности, которых у меня раньше не было в моей жизни. Возможность профессионально заниматься любимым делом. Ну и возможность заслужить уважение моих девчонок. Мы с тобой два главных фрика. Никогда не думал, что популярность так утомить. Расслабься, это ненадолго. Скоро начнутся экзамены и про нас все забудут. И про драку, и про то, что мой папа вышел в финал телешоу. Эй, эй, полегче. Хватит одного предупреждения. И тебе, правда, нужно беречь пальцы. Я спокоен, как слабушка. Но, если бы не ты, я бы так и окончил школу без единого вызова к директору. В следующем году наверстаем. Жалко только, что отбор на конкурс завалили. Это я и вовсе виновата. Прости меня, пожалуйста. Уже просил. Зато у нас следующий год. Такую программу им забабахал. Обещаю. С завтрашнего дня начну разучивать Бриттона. Невозможно выигрывать все. Нам везло в серию пенальти последние пару лет. Несколько раз побеждали благодаря 11-метровых. Да. Эй, ты че, ты че сделала? А у нас что, машинка сломалась? Похоже, у тебя уши сломались. Я сколько раз тебе говорила, что грязное белье должно лежать в корзине. Да, это лежало на моем туалетном столике. Ну так в корзину надо было и положить. Ты че, меня со своим бывшим мужем подкаблучником спутал? Не смей так о нем говорить. А ты давай не смей и указывай, что мне делать, ладно? Да. Слушай меня внимательно и молчи. Пасешь ее еще два дня, подписываешь сделку и ты свободен. Долги спишет. Ну, что мы с тобой ссоримся по мелочам? У меня правда из-за этой сделки нервы не к черту. Ты и мой актерский темперамент. Мне все понятно про твой темперамент. Только здесь не съемочная площадка. Да, да, здесь твой дом и твои правила. Этого больше не повторится. Я очень рада, что ты меня услышал. У меня будет к тебе еще одна просьба. Давай сегодня ты переночиваешь у себя. Отдохнем немножко друг от друга. Полечишь нервишки. Как скажешь, любимая. Доброе утро, Вильям. Доброе утро. А где Калерия Павловна? Она что, теперь не завтракает? Калерия Павловна завтракает, но не дома. Она у меня пошла по общественной линии. Вместе со своими бешеным пенсионерами. Взяла шефство над детдомом. О, отличная новость. Надеюсь, теперь там она наведет порядок. Ой, не то слово. Я уже профинансировала ремонт детской комнаты. Три экскурсии, два спектакля и концерт. Кстати, держись, скоро тебя позовут учить детей готовить. И с радостью, как только закончится программа «Супершеф». Кстати, хотел позвать вас с Калерия Павловна поболеть за меня в прямом эфире. Конечно, я приду. А мама устраивает себе онлайн-просмотры вместе с детишками. Ничего себе. Ты знаешь, а я вот скучаю по ее придиркам, мигреням. Ммм, вот эта запеканочка. Как в детстве. Милевый. Лучший завтрак выходного дня. Кстати, я хотел поговорить с тобой о нашем общем друге. Ни слова. Не порт мне аппетит и выходной день. Извини. Ничья продержалась до восемьдесят пятой минуты, когда лучший бомбардир вынесли в графике. Ну что, как? Понятно. Ничего не вышло. Эй, эй, ты давай полегче. Закуску дождись. Первый раз. Представляешь, первый раз я влюбился. А она слышит, ничего не хочет. Самое странное, знаешь что? Я не помню, когда меня перемкнуло. Вроде все было хихи, ха-ха. И вот я уже втрескался по ушам. И никакие мои приемы не работают. В этом-то и есть вся проблема. Оставь ты эти приемчики. Жанна на них не купится. С ней нужно быть искренним. Без этих дешевых понтов. Дешевых? Угу. Ты знаешь, сколько стоит аренда свиньи? Угу. Она, между прочим, подчасовая. Сочувствую твоему экономическому горю. Но весь этот балаган тебе не поможет. А что поможет? Вилли. И вот сейчас искренне-искренне. А она все равно не верит. Ну, для начала надо перестать ныть. Жанну я пригласил на финал шоу. Приходи и ты. Это твой последний шанс. Не-е-е. Подожди. Алкоголик ей тоже не нужен. Привет. 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 Я поздравляю тебя. С чем? С выходом финала. Мама. Спасибо. Как это? Нормально. А, кстати, я пришел именно за тем, чтобы позвать тебя с девчонками завтра на финал шоу, поболеть за меня. Ну, если, конечно, ты за меня болеешь. Да, конечно, за тебя, Вильям. За кого же еще? Ну, только завтра я не смогу. У меня очень важная сделка. Слияние. Но Артур девочек привезет. Артур. Ну, что ж. Жаль, конечно, что тебя не будет, но что ж, попрошу их тогда встретить. Пока. Вильям, я правда очень хочу пойти, но не могу. Я не могу ни отменить, ни перенести сделку. Ну, представляешь, это как сбежать из-под венца. Забавно, что ты использовала именно это сравнение. Мне и самому последние лет пять казалось, что ты замужем за работы, а не за мной. И давайте быстрее. Мне еще нужно в офис успеть на сделку к вашей матери. Да. Нашли себе водилу. Вози. Да. Да. Ну, Артурчик, ты в офисе? Нет, я домой заехал. Мне нужно детей. Ты с ума сошел? Какие дети? Быстро дуй в офис. Или, может быть, ты завтра готов отдать долг? Геннадий Дмитриевич, я же вам обещал. Я зуб даю. Она подпишет документы на слияние. И хоть завтра забирайте эту фирму себе. Смотри, Артурчик. Тебе же хуже будет. Хорошо. Лично все проконтролирую. Ну что, переоделись? Можем ехать? Никуда мы с тобой не поедем, козел. Звони маме, я его задержу. Звони маме, я его задержу. Звони маме, я его задержу. Бегалка. Что, прости? Тебе поможет мигалка. Включил? Все сразу обратят внимание. Не надо резину сжечь. Можно еще купить и рейндж. Тоже все будут пялиться. Ты уже купил? Поздравляю. Какой стремительный финансовый взлет. Слушай, ты мне всю душу вымотала. Что мне сделала, чтоб ты меня простила? Ничего. Ничего? Мне такой ответ не устраивает. Ну, мне что, покаяться на Красной площади, все продать, цветы купить, с крыши прыгнуть? Мне твои широкие жесты неинтересны. Играй в нарцисса с другими. Видимо, по-человечески ты не можешь. По-человечески? Это как? Не знаю. Вот-вот, ты сама не знаешь, а виноват я. Впусти, впусти, гад. Я до тебя доберусь. Тихо. Да пусти. Телефон верни, сволочь! Верну. Мать документы подпишет, я сразу все верну. Катя, мне надо выйти. Я должна выйти. Мышонок. Мышонок посильнее кого-то устрофобии. Смотри на меня. Я здесь, я рядом. Мышонок. Так, где твой ингалятор? Он, кажется, в школьном рюсаке. Одна рюсаке с билетом. Раз, раз! Вась, приемди ни в нас. Можешь небольшое объявление. Добрый вечер, дорогие гости Пока участники готовятся поразить нас своим талантом Позвольте мне кое-что сказать Среди вас в этом зале находится Удивительная женщина Наше знакомство началось с того, что она открылась мне А я повел себя как последний подонок Я никогда не прощу себя Но она великодушная женщина Я надеюсь, что она простит меня Потому что я полюбил ее всем сердцем И я не знаю, как дальше жить без нее Жанна Ты станешь моей женой Подожди меня здесь, ладно? Ага Так, он должен быть где-то здесь Я же помню, я спрятала его где-то здесь Женок, я нашла, нашла Он же разъявился Да вот еще я сама его вырубила Позвони папе Извините Перезвоните позже, ваш эфир начнется через минуту Простите, я должен ответить Да, котенок Папа, что делать? Маше плохо Артур запер нас в гардеробной И у нее приступ Так, Катя, дай ей трубку Мышонок, привет, ты меня слышишь? Мышонок, ляг скорее на пол И пусть Катя даст тебе что-нибудь мягкое Устроилась? Ну вот совсем как в кроватке Давай-ка я тебе почитаю нашу вечернюю сказку В последний раз принцесса заблудилась в лесу И ей помог найти дорогу большой медведь Помнишь? Позовите, пожалуйста, за кулисы моих гостей Жанну и Алексея-то срочно День у принцессы не задался с самого начала Гостей Коврикина, Жанна и Алексея за кулисы А что происходит? Ирина Николаевна, там уже все собрались Только вас ждут Да, Лидочка Сделаем кофе, пожалуйста Сейчас я Вильяма дождусь и приду К сожалению, мы вынуждены объявить техническое поражение Вильяму Ковригину За отказ от участия в финальном соревновании Как? Мне только что сообщили, что с детьми нашего участника Приключилась какая-то беда Субтитры создавал DimaTorzok Лида, сумку мою принеси Ирина Николаевна, мы вас ждем Что с моими детьми? Да с ними все нормально Я их сам отвозь на передачу и оставил там Их нет в студии, телефоны не отвечают Куда ты их делал? Я понимаю ваше беспокойство Но давайте подпишем все документы Я лично позвоню в ГУВД Если с ними что-то случится Тебе конец Прошу прощения Сегодня мы ничего подписывать не будем За ней, быстро Мышонок, ты меня слышишь? Да, папа Так вот, я продолжаю И тогда принцесса решила Раз никто ее не слушается И не хочет делать так, как она хочет То она уйдет жить в лес Тем более, там у нее есть знакомый медведь Алло, консьерж? Как его нет? А с кем я разговариваю? Дворник? Так, хорошо, передайте консьержу, что он уволен Жанночка, этот консьерж, кажется, не твой подчинен Однако, это мне не помешает его уволить, вот увидишь Алло, служба спасения? В опасной ситуации находятся дети Так, подожди, подожди, подожди Так дела не делаются Ты меня очень сильно подставляешь Ирусь Подпиши документы и потом проваливай Сколько раз говорил, не называть меня Ирусик Да Алло, это Жанна Девочки заперты у вас в квартире в гардеробной У Маши приступ Да я всего на пять минут отошел Спину скрутил, что мне, и в аптеку сбегать нельзя Машонок, иди сюда, скорей Где инкалятор? Неси быстрее Вы уволены, можете обижать все аптеки в районе Женщина, да вы что Я не женщина, я Жанна Сергеевна Жанна Сергеевна Дыши, дыши, вот умничка Умничка Жанна Сергеевна Давай ложись Пожалуйста Ладно, на первый раз я вас прощаю, вы свободны Спасибо Пап, я знала, что ты придешь Что ты спасешь меня Всегда, Машонок Ты только позови Ой, господи, девочки мои Все в порядке, все хорошо Мам, мам Ой, господи, маленькие мои Простите меня, пожалуйста Простите Я во всем виновата Маленькие мои Это я во всем виновата Мам, простите меня, пожалуйста Простите Я все равно Женечка, все хорошо С нами все хорошо Мы не сердимся А ты Если еще не поздно, прости Я тебя очень люблю Господи Господи Да Да Что да? Я согласна С кем? Стать твоей женой Согласна, балда Так, еще один вопрос И я передумаю Ни за что Ну? Кому плохо? Никому У нас уже У всех Все хорошо А нас зачем вызывали? Будем, значит, ложный вызов оформлять А может, будем Быстрее на вызов приезжать? Я вам, между прочим Полтора часа назад звонила Так пробки Вот им ложный вызов Оформляйте Еще и дверь сломали Это хорошо, что сломали Нам все равно Замки менять Да? А пока уехали Мы сами друг друга спасли Ну, мы тоже пойдем Нам пора Счастливо оставаться Свадьба через три недели Что? Хорошо, когда все женятся Да нет Нет, Леш Этого не будет Нет, этого тоже не будет Почему? Почему? Да потому что я не буду Переделывать в пятый раз Меню, из-за которого вы Переносите свадьбу И передай это, пожалуйста Своей невесте Все, Леша, пока Чего они? Ну, что, опять не могут На вот меню договориться Ну, свадьба Это единственный раз в жизни Это должно быть идеально Ой, понимаю Что у нас сегодня на завтрак? Авторская каша Прошу От шеф-повара Лучшего московского ресторана Ну, пока еще не лучшего Я только шеф-повар Как три месяца Но обещай Через три месяца Наш ресторан Станет лучше в Москве Ммм Очень вкусно А что у нас сегодня на ужин? Гужере Ананасы С кусочками филе курицы И приправленный сыр Но только надо будет Разогреть То есть ты сегодня Берлева ночуешь? Да Завтра большой банкет И, понимаешь, надо будет С самого раннего утра Давно хотел с тобой поговорить Ну, пожалуйста, переезжай назад Ну, невозможно жить На два дома Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Ну, давай, так как мы с тобой договорились Как только я заканчиваю оформление кредита Отдаю тебе половину стоимости этой квартиры И я переезжаю Ну, не нужны мне деньги Мне нужен мой муж Иречку нужен отец И мальчику, между прочим, тоже Какому мальчику? Так, а ну-ка, смотри на меня Спали, спали, спали Ну-ка, ну-ка Ну, уже шесть недель Ай, 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 Ирка Мам, пап, хватит целоваться Сколько можно? Забудь Они теперь друг от друга вообще не отойдут Никогда Так, лучше мне скажите Кто будет кашу? Я! Ой, Маш, смотри Мам, пап А если вам можно мальчика заводить Можно нам с Катей собаку? Мы обещали Можно Хи-хи Хи-хи Хоп Хи-хи 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 Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...